Привет, я Шок. Сегодня мы находимся в городе Стамбул, Турция. И тут проживает как минимум 15 миллионов человек официально. Но каждый таксист говорит о том, что их тут 25 миллионов. Где все эти люди играют? Где вся эта молодежь? Сейчас киберклубы считаются чем-то привычным, чем-то нужным каждому городу. Давайте посмотрим, насколько они тут классно это все реализовали. Но что для меня было странно, на такую аудиторию здесь всего один киберклуб. Давайте посмотрим, что это такое. Не забудьте поставить лайк под этим роликом перед тем, как мы зайдем в этот клуб. Спасибо каждому, а мы проступаем. Кстати, прямо сейчас в моем личном телеграм-канале мы разыгрываем 3 таких МКС. Скорее принимайте участие прямо сейчас, ссылочка есть в описании этого ролика. Уже совсем скоро выходит второй сурс в CSGO. И мы настолько к нему готовимся, что открыли собственные СМИ про CSGO в Телеграм. Ритейк. Мы будем держать вас в курсе всех событий вокруг обновления игры. Рассказывать про киберспорт и брать эксклюзивное интервью. В честь открытия мы раздаем лайд-подписку на 2 дня каждому, кто подпишется на наше сообщество. Для этого всего лишь нужно написать нашему Бату. Ссылка на него в описании. Как только мы заходим, мы видим здесь такой мини-бар, где есть сэндвичи, всякие напитки. А с другой стороны снеки. И что самое странное, тут нет ни сникерса, тут нет ни баунти, тут нет ни нация. Здесь какие-то свои турецкие бренды. Я попробовал вот эту вот тему. Вот это. Респект. Очень вкусная штука. Это чизкейк. Здесь у нас три монитора, где указаны всякие акции, цены и так далее. И стоит только одна девушка на ресепшене. Что мы имеем по ценам? Самое дешевое. Сыграть 3 часа стоит 55 лир. 5 часов 90, 10 часов 185. И самое дорогое 50 часов за 965 лир. Это пакеты. Они практикуют пакеты, это классно. Какая у вас самая дешевая цена за час игры? Самая дешевая? Если у вас есть аккаунт, то это будет 23 лиры. Но обычно, когда вы создаете аккаунт, мы дарим 1 час бесплатно. Вау. Короче, здесь надо скачать приложение вот такое. Закидываешь туда деньги и используешь пакеты. Как-то так работает. Так. Здесь нас встречает турникет. И такое уже было в одном из клубов. Это было вроде в Питере. В Сочи. В Сочи, точно. Блин, Петя, молодец. Это не метро, это турникет на проход к клубу. Здесь продуманная классная история с магазином. Как только ты заходишь, у тебя размещаются все товары, которые есть в этом клубе. Ты можешь их купить. Это очень классная история для спонсоров, которые хотят поставить свои мониторы здесь. Если человеку нравится, он может прямо здесь же купить его себе домой. Это супер. Оказывается, все это дело не продается. Это просто витрина. Здесь все пусто, понятное дело. Но мониторы продаются. И цена у нас 291 доллар. Все, что я знаю про этот клуб. Здесь 150 компьютеров и 700 квадратов. Это очень хороший размах. Здесь реально много людей. Не скажу, что сейчас вытяжка хорошо работает. Здесь душновато, дышать сложно. Но в целом это еще не пик. Сегодня понедельник, будний день. Сейчас у нас 5 часов вечера. И я думаю, что 40% клуба здесь как минимум занято. Это очень хороший результат. Здесь нас встречает большой сервер. Они используют диск. То есть в каждом компьютере нет жесткого диска. Все на облаке. Это классная история. Так делают современные клубы. Сейчас никто не сидит на жестких дисках. Когда мы сюда зашли, мы увидели цифру на компьютере 400. Мы подумали, что здесь 400 компьютеров. Но нет. Они просто разделяют зоны. У них 4 зоны. И каждая начинается с единички. С двойкой или стройкой. На самом деле тут большая путаница по этим комнатам, по этим зонам. Потому что тут, как мне сказали, 360 Гц. Там мне сказали 240 Гц. Там мне сказали 64 Гц. Короче, очень большая путаница. Здесь надо просто сидеть и изучать, как это все устроено. Ну, давайте я вам просто покажу все эти комнаты, как это все выглядит и сколько это все стоит. Здесь у нас 4 буткемпа. И разные бренды. MSI, Asus, SteelSeries и Logitech. Давайте посмотрим, что они из себя представляют. Здесь у нас кресло Dixiracer, мышка Logitech, клавиатура Logitech. Но вот с ковриком я бы не сказал, что это SteelSeries. Попались, попались. Asus, BenQ. Как мне сказали, 360 Гц. На самом-то деле я не особо вижу нужды в такой герцовке, потому что игры не готовы к этому. Комьюнити не готова к этому. И если какой-то турнир проводится, то все должны ставить 240 Гц. То есть пока что еще рано. Нужно оставаться на 240. По клавиатуре у нас она какая-то особенная. Я ее впервые вижу. Это Logitech KDA. Ну, по сути, это клавиатурка-клавиатура, но посмотрите на вот эти вот клавиши. Им очень плохо. Поэтому я советую ребятам, которые делают клавиатуры для кибер-клубов, нужно делать принт каждой буквой под кнопкой, а не на. Вот что вы получаете после. Скорее всего, это коллаборация League of Legends. А здесь она очень популярная. Самые популярные игры это Valorant League of Legends. Counter-Strike. Тут не слышали об этом. Мне сказали, что в каждом кибер-клубе, где только по слежке, там только FIFA. Другой игры не существует. Мышка Logitech G502 Hero. Ну, это хорошая среднего класса мышка от Logitech. А компьютеры у нас вот странненькие на самом деле, потому что клуб открылся в 2019 году, и они сразу же закрылись, потому что ковид. И они работают примерно два года. Из-за того, что у них была такая большая пауза, тут видеокарта ставит 2080 Ti. Но в любом случае они были неактивны, они были просто АФК, и вот что они из этого получили. Сейчас они будут обновляться, но это, конечно, все очень дорого и трудно. О, наушники. Слушай, они такие красивенькие. Беспроводные. Какие они легкие. Шумоизоляции нет от слова совсем. Просто ничего. Я бы такие не хотел. Посмотрите, они реально пластмассовые. Что-то вас же так... G435, они меня как-то удивили. По девайсам я бы сказал бы, наушники точно нет, клавиатура пойдет, мышка неплохая, а монитор просто супер. Я упустил самую важную историю. Посмотрите, во-первых, здесь есть порты, 3 USB 3.0 и обычный 2.0. И что самое главное, это кронштейн. Слушайте, на самом деле кронштейн это классно. И вот, честно, интересно было про лоштек узнать. Ну, давайте посмотрим, какие девайсы они выбрали для SteelSeries. Если про лоштек у нас все понятно, как это все работает, мы знаем сильно этот бренд, то здесь у нас SteelSeries. И это у нас Арктики, это irox 3. Клавиатура, самый обычный SteelSeries, но с экранчиком, который максимально бесполезен. Мониторы отличаются, кстати. ViewSonic монитор. Не знаю насчет этого монитора, то, что он вообще существовал, я не знал. Но как он в игровом плане, тоже без понятия. Здесь отличаются наушники. Очень легкие, опять же, кстати, смотрите, какая штука здесь у нас. Защитка, чтобы никто бы не ушел. Все то же самое. Четыре бренда и все среднего класса. То есть там нет G-прошек, это все именно средний класс каждого бренда. Можете ли вы рассказать про воровство в клубе? Это иногда случается. Но во всех наших девайсах есть метки для сигнализации. Иногда она внутри девайса. Ммм, очень интересно. Иногда просто на проводе. Часто так же воруют кнопки на клавиатуре. Короче, это из-за того, что кто-то, наверное, у себя дома сломал кнопку, идет в клуб и ищет себе подходящую. Как ты понимаешь, мы не можем поставить датчики на каждую кнопку. Но на самой клавиатуре у нас есть датчик. Вот он. У них на каждой вещи стоит просто чип. А сейчас будет очень, очень странная информация, в которую я не особо верю. Но, как факт, мне это сказал лично админ, когда мы собирали вещи. Это не попало в камеру. На открытие этого клуба и его обслуживание ребята потратили 2,5 миллиона долларов. Я не особо верю в эту цифру. Я вижу там максимум миллион долларов только из-за того, что там 150 компьютеров и 700 квадратов. Но как они получили сумму почти в три раза больше, я не знаю. Сказали, что все точно. И такая цена получилась из-за инфляции в Турции. Но учитывая, что с 2008 года курс лир падает и падает, я в это могу поверить. Ребятки из ЖДРОП сделали новый ивент, который связан с пиратами. И давайте я вам расскажу про него подробнее. Во-первых, сейчас активна гонка пиратов, где за каждое выполнение миссии вы получаете джипоинок. Открыть кейс АВП 5 раз. Давайте это сделаем. 5 раз подряд. 100 рублей, 300, 400, 400, 600. Да, я хорошо отгадываю ценники. Сейчас это задание у меня как выполненное. Задания обновляются 2 раза в день. Поэтому у вас есть шанс выиграть гарантированный приз в 2000 рублей. И вторая акция это сокровище. Чем больше вы делаете депозитов, тем больше у вас скинпоинтов. К примеру, закинули 10 тысяч рублей, получаете столько же в кэшбэке. После чего нажимаете обменять. И вы получаете приз, который джидроп вам решил отправить. Это 1500 рублей. Это надо учитывать как кэшбэк. А еще плюс к этому вы можете увеличить баланс и кэшбэк, используя мой промокод клуб33. Он вам дает плюс 11% к депозиту. Ссылка на джидроп и промокод есть в описании этого ролика. Здесь у нас другие кресла. Это Dixiracer. Вы думаете, я сейчас скажу, я еще фрик запоминать каждое кресло. Меня на самом деле немножко триггерит одна ситуация. Это Dixiracer, окей. Но оно красного цвета и совсем другой серии. Соседнее, вот просто совсем другое. И по цвету, и по дизайну, и по серии. Ну, хоть Dixiracer. Интересно, почему так происходит? Неужели они так изнашиваются? И приходится покупать совсем другие кресла. Здесь у нас арена. Можно играть 5 на 5. И на тебя будут смотреть 25 миллионов человек. Здесь у нас геймбокс. Можно поиграть, я думаю, бесплатно. Ваусь, я фрик, я зумер. С твитом я сделал? Я хотел нажать с сенсором. Так. Нет, нет, нет. А, ты тоже подумал? Ну, он выглядит так современно. Да, 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 да. Так, я хочу играть. А, деньги хотят с этого? А, да, 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 тут деньги. Камон. Я же зашел в этот клуб. Там же был турникет. Я заплатил уже за заход. Почему меня просят деньги заплатить? Около скам автомата у нас тут есть стримерская. Стоят профессиональные камеры. Есть софтбокс. Есть хромакей. Приятные кресла. Хороший профессиональный микрофон. Шур. Здесь классная история для того, чтобы стримить. Я спросил, насколько это популярная история здесь. И говорят, что стримят каждый день. Насколько я это правда не знаю. Но по опыту других кибер-клубов стримерские закрывают. Потому что они не особо популярны. И лучше потратить это место на что-то другое. Здесь у нас две пластешки. Не знаю, как это работает. На 700 квадратов, на 25 миллионов человек здесь только две пластешки. И, понятное дело, запущена только одна игра. Турки знают только о существовании фифы. Также сзади меня два игровых места, где можно рулить. И сейчас на фоне человек играет в георитрак-стимулятор и вводит какие-то товары на грузовике. Так, у нас тут есть один женский туалет, один мужской. И очень большая зона для щитков. Так, что у нас здесь? Здесь у нас две раковины и одна раковина для инвалидов. Два писсуара и три унитаза. У нас 150 человек. Это именно компьютерная зона. То есть в целом здесь может быть 170 человек. Для 170 человек в целом это нормально. Не стоит забывать, что мы находимся в мусульманской стране. И здесь не забыли про комнату для молитвы. Такое мы уже видели. Такое было уже в Узбекистане, в городе Ташкент. Здесь есть комната отдыха, но она не простая. Это комната для молитвы. Я вам уже показал половину этого клуба. То есть здесь у нас арена, здесь у нас буткемпы, какие-то компьютеры, стримерская и зона PlayStation. Кстати, вот насчет зоны PlayStation. Здесь есть сразу же и АФК-зон. Если вы хотите покушать или просто отдохнуть, посидеть, вы можете сделать это здесь. Раньше здесь была кухня в этом кибер-клубе, но ее убрали, потому что она была неэффективна. Вот такая вот история. Сейчас они заказывают еду у партнерского ресторана. Поэтому заказать еду здесь можно. И это можно сделать через компьютер. В магазине вы можете заказать поесть или выпить К примеру, снеки, сэндвичи, десерты, милкшейки. А что насчет цены в этом клубе? Не дорого ли это для турецкого населения? Мы часто спрашиваем людей, оверпрайс ли это для вас? Хорошая ли это цена? Или что вы думаете о ценах? Спрашиваем фидбэк. Некоторые люди считают, что это оверпрайс. Но чаще всего нам говорят, что это дешево. Но сейчас остается самая главная часть. Это общий зал, где все остальные эти компьютеры. Напоминаю, здесь 150 компьютеров и 3 гигабита интернета. В целом это приемлемо. Это хорошая цифра. Но то, что точно здесь нехорошо, это вытяжка. Нам реально здесь душно. Хоть я вижу, что здесь очень хорошо стелли вытяжку. Здесь огромные трубы, огромная вытяжная система, но она не работает. Мой оператор Петя живет в Турции. И, как он сказал, здесь очень сильно выросла цена за электричество. И, возможно, они регулярно выключают вытяжку, чтобы меньше приходило бы за счет. Это такое предположение. Я спрашивать это не буду. Но в целом здесь реально душно. Наконец-то я нашел человека, который играет в КС. Потому что здесь очень популярный Valorant. Я не знаю, почему. Кстати, вот тут уже все отличается. У нас, во-первых, кресло АКР Рейсинг и мониторы 27... Мне кажется, тут 31 дюйма. Посмотри, реально огромное. Смотри, здесь у нас девайсы мышка Corsair, клавиатура SteelSeries, SteelSeries коврик и монитор ViewSonic опять, и SteelSeries наушники. Короче, супер большой бардак. Но в целом, опять же, я могу простить весь этот клуб только из-за того, что реально цена 1 доллар в час. Но в любом случае, сейчас мы посмотрим, как себя чувствует компьютер, который стоит в самую дешевую цену. Можешь сказать, пожалуйста, это реально единственный кибер-клуб в Турции, который как кибер-клуб? Да. То есть есть европейские части, есть базиатские. То же самое. То же самое? Они те же владельцы? Да. А, вот как. Для тебя это считается дорого? Не, не очень. Нормально. Как-то адекватно. Сейчас мы тестируем FPS в CSGO на самом дешевом компьютере, который вы можете здесь заказать. Мне кажется, это классная история для сравнения. Но, блин, меня так сильно триггерит одна ситуация. То, что здесь клавиатура Corsair, мышка Lenovo, коврик порванный немножечко Logitech и монитор Asus 144 Гц. То есть все в неразберихе такой. Но вы получаете этот компьютер на один час за 23 лиры. Это один доллар. Это очень дешево. Но это очень хороший прайс. И вы получаете 400 в среднем FPS. И видите ли вы будущее у этого клуба? На самом деле, да. Потому что Истамбул — это не только игровой клуб. Мы также участвуем в самых больших фестивалях по всей стране. Мы даже были на гейминг Истамбул. Это крупнейшее игровое событие в Турции. Наша цель — не просто игровой клуб. Мы стараемся внести свой вклад в игровую культуру в Турции. Стараемся ее увеличить. И пытаемся показать людям, что гейминг — это что-то большее, что оно может быть полезным в жизни. Если вы приехали в Турцию, то встречайте. Пинг на Германию 44. Суперхорошо. Франция 49. Варшава 55. Стокгольм 65. И худший пинг — это будет Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Алматы и Тбилиси. Мы запускаем сейчас Deathmatch на 18 человек и посмотрим, насколько здесь комфортно играть. А пинг 50 — это очень приятно. Я чувствую то, что здесь плавность есть. И если настроить, я сейчас играю на графике максимальной, здесь будет очень плавная картинка. И играть в целом очень-очень даже комфортно. А мышка хоть и не самая дорогая, но она комфортная. Клавиатура, как я обычно, всегда одинаковая. Но вот наушники я бы поменял бы 100%. За 1 доллар — это очень-очень хорошо. Ребятки, что я могу сказать про этот клуб? Он единственный в Турции. Здесь нет особых конкурентов. И цены здесь демократичные. Есть какие-то моменты. Где-то не убрано, где-то что-то не работает, где-то большая неразбериха по девайсам. Но в целом это достойный клуб, который я бы смог бы посещать каждый день. Потому что здесь есть на чем играть. Здесь есть комфорт. Желаю ребятам удачи. Надеюсь, они смогут открыть новые точки. Но на этом наше путешествие по Турции закончено. Ждите новый обзор клуба, и он будет в Грузии. До следующего ролика. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова